Я спрашиваю вас как главу комиссии SEC, эфириум это товар или ценная бумага по существующим законам? Я не говорил ни об одном токене, я знаю, вы повторяли это, но вы ведь говорили о биткоине раньше. Посмотри, как дрожит его рука при ответе на этот вопрос. Всем привет, ребята, меня зовут Богатий из CD и добро пожаловать в новое видео. Только что закончилась трансляция показаний председателя SEC Гэри Генслера в Конгрессе США. И знаешь что? Конгрессмены просто раздавили его. Это одна из главных побед для криптовалюты сегодня. Гэри Генслера буквально прожарили. Сегодня Конгресс США во главе с председателем Патриком МакГенри провел слушание для проведения надзора за комиссией по ценным бумагам и биржам США и за ее главой Гэри Генслером. Генслеру угрожает ответственность за его безрассудную атаку против криптовалюты, что может угрожать национальной безопасности США. В течение двух лет демократы разрешали Гэри Генслеру проводить его разрушительную политику. Но сегодня пришло время ответственности за катастрофическую антикриптовалютную программу, которая ослабила рынки капитала США и задушила инновации в этой стране. Давай разберем самые главные моменты из этого четырехчасового стрима. Я очень прошу поставить лайк под это видео, потому что я делаю его максимально быстро сразу же после стрима, чтобы держать тебя в курсе самого горячего события в мире криптовалюты на данный момент. Я думаю, этого события многие очень ждали, а ведь у меня уже 2 часа ночи. Давай наберем хотя бы 3000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, слушаем. Начнем с цифровых активов. Под вашим руководством комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила почти 50 принудительных действий против криптокомпаний. И теперь ваша комиссия запрашивает дополнительные 78 миллионов долларов для расширения вашей атаки против них. В то же время вы отказались предоставить ясность в отношении того, подпадают ли цифровые активы, предлагаемые в рамках инвестиционного контракта, под действие законов о ценных бумагах. И что более важно, как эти фирмы должны соблюдать эти законы. Вы наказываете фирмы, занимающиеся цифровыми активами, за то, что они якобы не придерживаются закона, но они даже не знают какого. Это просто чушь. Слушание только началось, а председатель фактически уже уничтожил Генслера. Все эти криптокомпании теперь думают о том, чтобы покинуть США. Например, крупнейшая биржа Coinbase сегодня заявила, что рассматривает возможность покинуть США. Binance уже создал команду из 200 человек, чья задача по факту защищаться от регулятора SEC. SEC вредит и американцам, и США, и криптовалюте. Администрация сказала это, ФРС сказала это, и я скажу это еще раз. Конгресс должен предоставить четкие правила регулирования для экосистемы цифровых активов. Силовые принудительные действия – это неэффективно. Ваш подход стимулирует выезд инноваций США и ставит под угрозу американскую конкурентноспособность на глобальном рынке. Моя цель и цель нашей команды – выработать регулятивный закон, и мы ожидаем, что вы сыграете конструктивную роль в этом процессе. Далее нам нужно обсудить вашу чрезмерно агрессивную и очень дорогую нормотворческую повестку дня. За последние два года вы представили 53 новых правила. Это в два раза больше правил, чем было придумано вашими предшественниками за такой же период времени. Это вызывает озабоченность, поскольку вы подрываете качество наших законов о ценных бумагах и рискуете серьезными последствиями для Соединенных Штатов. И, наконец, похоже, вы были так заняты превращением комиссии SEC в оружие и продвижением своих интересов, что забыли о ключевой миссии SEC – это формирование капитала. И в отличие от вас, Конгресс США работает над укреплением государственных рынков, оказанием помощи малому бизнесу и предпринимателям, а также расширением доступа на рынки для всех инвесторов. Это обеспечивает долгосрочный рост и процветание этой страны. И я закончу следующим. Председатель Генслер, ваши ответы на запросы Конгресса были неприемлемыми. У нас есть конституционная обязанность осуществлять надзор за учреждениями, находящимися под нашей юрисдикцией, в том числе и за вашей комиссией SEC, и мы будем делать это агрессивно. И если вы продолжите игнорировать или предоставлять неполные лживые ответы, у нас не останется другого выбора, кроме как использовать все возможности, чтобы заставить вас раскрыть необходимую нам информацию или документы. Ведь американский народ этого заслуживает. Перейдем к тому, как Гэри Генслер пытался отвертеться от неудобного вопроса про эфириум и является ли он ценной бумагой. Это очень важный видеоотрывок, ведь он полностью дискредитирует любые судебные процессы SEC против любых криптовалют, в том числе и против Ripple XRP. Напомню, комиссия по ценным бумагам и биржам США и сам Гэри Генслер перед этим говорили, что после перехода на Proof of Stake эфириум и многие токены на его блокчейне стали ценными бумагами. Но вот что он говорит в Конгрессе. Он там просто мямлит и юлит. Эфириум – один из самых популярных цифровых активов и один из самых популярных блокчейнов. В 2018 году комиссия SEC в лице Билла Хэнмана сказала, что эфир – это неценная бумага. Месяц назад комиссия по фьючерсным товарам объявила эфир товаром. Прокуратура Нью-Йорка в судебном деле назвала эфир ценной бумагой. Очевидно, что актив не может быть и товаром, и ценной бумагой одновременно. Что же это такое, по-вашему? Я… я… ну фактически все ценные бумаги – это товары согласно акту о товарных биржах. Например, мы – это исключенные товары, но я могу согласиться с тем, что ценная бумага не может быть одновременно исключенной и включенной в список товаром. Но что такое эфириум тогда? Я думаю, что то, что делал Конгресс США не только в 30-е годы, но и… Я спрашиваю вас как главу комиссии SEC, эфириум – это товар или ценная бумага по существующим законам? Но я не говорил ни об одном токене. Я знаю, вы повторяли это, но вы ведь говорили о биткоине раньше. Я не показывал тебе всю трансляцию, но Гэри Гэнслер делал так постоянно. Ему задают неудобный вопрос, а он может рассказать о своем отце, например. Так и тут он начал рассказывать о том, что делал Конгресс в 30-е годы прошлого века, вместо того, чтобы ответить на простейший вопрос – является эфир ценной бумагой или нет? При этом, вне Конгресса, он уже называл его ценной бумагой. Когда Гэри сменил Джея Клейтона на посту комиссии SEC два года или три года назад, я радовался. Этот человек читал лекции про блокчейн в MIT и говорил, что криптовалюта – это великолепная технология, которая изменит мир. Он учился и дружил с создателем криптовалюты Algorand. Почему сегодня он настолько негативно настроен против криптовалюты, я не знаю. Ты ведь не можешь называть все подряд ценной бумагой. Суд SEC против Ripple. Я не говорил об этом длительное время, но сегодня скажу. Каждый раз, когда я смотрю на заседание суда, судья говорит, ну дайте мне доказательства, что XRP – это ценная бумага. И знаешь что? Доказательств до сих пор нет. И сегодняшнее слушание в Конгрессе, сегодняшний удар по Гэри Гэнслеру, который мялся, бубнил и уклонялся от вопросов – это победа для Ripple XRP прежде всего. Ну и победа для всего криптопространства. Ведь Гэри Гэнслер, глава комиссии по ценным бумагам, которая должна регулировать ценные бумаги, не знает, что такое ценная бумага. У него нет доказательств того, что такое ценная бумага. Эфириум – это товар или ценная бумага? Если говорить о токенах, их от 10 до 12 тысяч. Я спрашиваю вас конкретно об одном токене. Конкретный вопрос, глава Гэнслер. Вас не должно это шокировать. Эфир – ценная бумага или товар? Это зависит от факта в законе. Есть ли группа предпринимателей? Я спрашиваю про законы вашей комиссии. Каков ваш ответ? Ну я не могу судить. Но вы должны судить. Вы предприняли 50 принудительных действий к криптокомпаниям за то, что они торгуют ценными бумагами. Вы подавали в суд на криптокомпании за это. По-моему, в судебном процессе против Ripple XRP больше нет смысла. Как это, блин, возможно? Ты председатель СЕК, ты глава комиссии по ценным бумагам, ты отвечаешь за их регулирование и ты говоришь, я не могу судить. Гэри Гэнслер даже не знает, что это такое. Он не знает, что он делает и не знает, о чем он говорит. Но зато он обвиняет криптовалюты в том, что они развалили Silicon Valley Bank. Когда рухнул Silicon Valley Bank, мы увидели, как стейблкоин USDC потерял привязку к доллару. Очень интересно, что крах банка имел криптовалютную подоплеку. Я задаю вам очень простой вопрос о второй крупнейшей криптовалюте. Каково ваше видение? Мое видение, если есть группа людей в центре, к которой публика... Ясно. Давайте перейдем ко второму вопросу. Как думаете, это хорошо для рынка, когда один актив рассматривается регулятором товаров как товар, а регулятором ценных бумаг как ценная бумага? Как думаете, это привносит безопасность и надежность и для рынка, и для инвесторов? Это защита инвесторов? Служит ли это развитию инноваций? Думаю, ответ нет на этот вопрос для вас будет простым. Неопределенность – это же плохо, не так ли? Ну, я думаю, что Конгресс сказал, что есть только одна комиссия по ценным бумагам и биржам США, и вы, как глава этой комиссии, не отвечаете мне. Ну, ответьте уже. Какая шикарная финалочка. Гэри Гэнслер уничтожен. Подчеркнута его неспособность защитить любого розничного инвестора, его незнание ценных бумаг и товаров, его неспособность привнести регулятивную ясность и его враждебная политика по отношению к криптовалютам США, что подталкивает инновации к уходу из Соединенных Штатов и развитию их в таких странах, как Китай. Кстати, в процессе заседания Гэри упомянул, что он удвоил количество персонала в правоохранительном агентстве, которое занимается атаками против криптовалюты и защитой самого Гэри. Это просто какое-то безумие. Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok